Освобождение мокша-кама-ударади, тиври-набахти-йоги-нам. Человек всем сердцем должен поклоняться к Хришне, ради достижения своих целей. Итак, Ашима Адбакова говорит, какой смысл поклоняться Богу-богам, ради достижения даже материального, потому что они не могут их дать без Кришны. Если у нас есть возможность обратиться непосредственно к Кришне, тому, кто дает все богатства и удовлетворяет все желания. Он говорит, что он, верховная личность Бога, с незапамятных времен удовлетворяет желания всех живых существ. Он один. Если он удовлетворяет желания, то зачем обращаться к полу-богам в этом смысл этого стиха Акамма-Сарвакамма-Ва? Он может удовлетворить все желания живых существ. Поэтому занимайтесь бхакти-йогой. Тиврина-бхакти-йоги-нам. Но разница заключается в том, что, занимаясь бхакти-йогой, человек полностью очищается от материальных желаний. Можем задать себе вопрос, почему я до сих пор не очистился от материальных желаний? Можем задать себе вопрос, почему я до сих пор не очистился от материальных желаний? И разница заключается в том, что дру Махараджи следовал своей санане безукоризненно. Проблема наша заключается в том, что мы не выполняем наставления духовного учителя в полной мере. Мы следуем им ровно настолько, насколько нас это устраивает. И это проблема. Именно поэтому мы до сих пор имеем материальное желание. Если материальное желание присутствует, это говорит о том, что наше преданное служение оскорбительно. В ней присутствует примесь оскорбления, потому что даже нам Абхаз избавляет человека от материальных желаний. Даже Бахтия Абхаз, преданное служение, которое совершается в настроении очищения сердца, избавляет человека от материальных привязанностей. И дарует освобождение. Таким образом, дру Махараджи достиг совершенства, потому что строго следовал наставлениям своего духовного учителя. И его саддана была безукоризненной. В этом разница. Поэтому, когда дру Махараджи достиг совершенства садданы, саддана-сиддхи. Понимаете? Мы занимаемся садданой, но мы Кришну еще не увидели, потому что мы не достигли саддана-сиддхи. Мы можем подумать, но это же, ну как бы, вот, время нужно. Но дру Махараджи за полгода достиг высшей цели садданы. Да? И он увидел Кришну своими глазами. Цель его садданы была получить, даршан Кришну, увидеть его, чтобы попросить у него царства. И за полгода он увидел Кришну. Потому что его саддана была безукоризненная. Он даже превзошел все ожидания народы. Поэтому нам следует подумать над тем, как мы следуем духовной практике. Насколько серьезно мы следуем наставлению духовного учителя? Насколько серьезно мы следуем наставлением силы Прабхупады? Ну что ж, сила Прабхупада дал действительно путь, который трансформирует личность. Полностью меняет ее. Обновляет. Вот. Поэтому история дру Махараджи говорит о непоколебимой решимости. Читание Магапрабу слушал ее 40 раз. Почему? Почему? Потому что когда мы слушаем о какой-то личности, мы заражаемся его качествами. Когда мы слушаем о какой-то личности, его качества, они входят в нас. Становятся частью нашего А. Я. И читание Магапрабу слушал его для того, чтобы переполниться этой решимостью, исследовать строго самани. Мы знаем, читание Магапрабу, он строго следовал принципам саньясы. Он спал на полу, без матрасов мягких, без каких-либо там удобств. Он строго следовал всем принципам саньяса ашрама. Итак, история Друмы учит нас прежде всего этой непоколебимости, внутренней решимости достичь конечной цели. И это, ну, как бы, главное в истории Друма. И Друа по своей природе был благочестивым. Это еще важный момент. Он занялся бредным служением, но внутри он был благочестив и честен. Почему он испытал такое разочарование сильное? Потому что его мачеха, она поступила с ним нечестно, несправедливо. Он был маленький мальчик. У него в голове даже не было просто никаких мыслей о каком-то там царстве, наследстве, да, чтобы стать королем, будущим наследним, наследным принцем и так далее. Им двигала любовь. Он хотел сидеть на коленях своего отца. Он хотел сидеть на коленях своего отца. У него не было никаких задних мыслей. И это важный момент. Чистота сердца. Говорит, это карлата, эй, вайшнавата. Вайшнав, он простой. Он искренний. У него нет двойственности, нет лицемерия. И Дрова был таким. Он был простым мальчиком. Он был искренним. Поэтому, когда он услышал обидные слова мачехи, мачехи. Суручи. Это до глубины сердца задело его. Не хотел мириться с этой несправедливостью. Это говорит о его внутренней натуре. То есть, он по своей природе благочестивый мальчик. Настоящий кшатрий, царь. Именно поэтому он и стал царем. Потому что Гиппо, брат, он не обладал качеством. Он не обладал качеством. Потом мы увидим, что Уттамы он был не достоин в общем-то сыном своей матери, которая передала ему свои качества. Поэтому он и погиб. Якши убили его. История Другой, она очень важна. Первое, что мы должны взять для себя, это решимость. Решимость следовать своей садане. И во что бы то ни стало достичь конечной цели. Итак, а когда у нас уходит решимость? Почему у нас нет такой решимости? Да потому, что у нас нет конкретной цели. Наша цель, она размыта. И когда ум отвлекается на различные другие цели, то происходит потеря энергии. Живое существо, оно теряет свою силу. А ум отвлекается тогда, когда чувства соприкасаются с объектом и появляется желание. Да? Вожделение. Созерцая объекты чувства, человек развивает привязанность. И эта привязанность, она делает ум слабым. Привязанность к самым разным объектам наслаждения. У нас даже есть разнообразие мать наслаждения такая пословица, да? Но на самом деле мы должны понять, что это пословица для круглых материалистов, потому что настоящее наслаждение не может быть в разнообразии. Это глупое эфемерное наслаждение. если мы хотим по-настоящему что-то понять и насладиться чем-то, у нас должна быть полная концентрация на этим желаниям. То, что другу Махараш, то, что с ним было, у него было только одно желание. У него не было других желаний. Тогда как наш ум он желает все сразу. Все, что попадается на глаза, мы хотим. Из-за этого ум становится расчлененным на тысячи различных частей. Почему так происходит? Потому что каждая цель, каждое желание, оно имеет отдельный путь удовлетворения этого желания. То есть вы, к примеру, для того, чтобы получить машину, вы должны сделать то-то, то-то, то-то. Для того, чтобы получить еду, вы должны уже другое сделать. Итак, каждый раз какое-то новое желание, вы должны что-то новое сделать. Действовать по-другому. Но когда у вас одно желание, то и практика одна. Вся энергия, она уходит только на эту практику. Понимаете? И таким образом, вот эта практика, она приобретает очень мощный, мощную потенцию, энергию. и у нас, я уверен, что у каждого есть такой опыт. Когда к вам приходит очень сильное желание, даже материальное, но если оно настолько навязчивое и сильное, что вы только о нем думаете, вы обязательно достигаете цели. Желание удовлетворяется легко. Правильно? То есть, происходит именно так, что когда я желаю чего-то одного, Кришна удовлетворяет мои желания, но когда у меня тысячи желаний, мое шахте оно рассеивается и в итоге ни одно из этих желаний по-настоящему меня не удовлетворяет. Поэтому Дрог Махарадж, его у него была только одна цель. И для того, чтобы достичь конечной цели Бхактии, должно быть только одно понимание этой цели. И на самом деле, если взять саду, например, да, возьмите каких-то преданных, которые жили в святой даме, занимались баджином, духовной практикой интенсивной, да, как они достигали высшие цели? Был один на Варшане, там есть как она, храм называется, там поклоняются картине, которую нарисовал один садху. Этот саду был слепой. Эта картина, он нарисовал ее благодаря своей медитации внутренней. То есть каждый день в течение многих, 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 многих лет, десятков лет, он медитировал на одну и ту же ливу Кришны, как Кришна танцует с павлинами. И когда Симати Радарани увидела, как Кришна танцует с павлинами, она тоже стала танцевать как пава, и они вместе стали танцевать, и вот этот танец Кришны и Симати Радарани в образе павлинов изобразил этот святой. Можете себе представить, в течение многих десятков лет думать об одной и той же лилии, одна и та же игра? Сможем ли мы думать об одной и той же лилии каждый день или каждое мгновение? Да мы один раз источник прочитали, а уже не то. второй раз прочитали, а еще вообще не то. И потом мы вообще перестаем читать о лилах Кришне, потому что ну я знаю это. А что мы знаем? Мы ничего не знаем. для того, для того, чтобы понять глубину необходимо много, долгое время делать одно и то же. Это и есть гуна благости. Или как ученик Шила Бактистанта Сарасвати, он ему дал наставление, будешь поклоняться божествам Гаура Гададхара всю свою жизнь и примешь Кшетра Саньясу. Он принял Кшетра Саньясу и поклонялся этим божествам 80 с лишним лет. Каждый день. один. Никто его не заменял, никаких помощников там туда-сюда, вот это, знаете, я тут господин старший Пуджарин, мне здесь один помощник, второй, третий, четвертый. Он один поклонялся этим божествам. Он уже тело оставил вот сейчас им поклоняется его ученик один, тоже отреченный, удивительный какой-то что я хочу этим сказать? Я хочу сказать, что на самом деле наш ум не способен тому, чтобы концентрироваться на чем-то одном, иначе мы сойдем с ума. Да? Потому что психика наша, она не привыкла к этому слишком может. Много вожделения в нашем теле, много различных желаний, мы не можем что-то одно делать каждый день, думать о чем-то одном каждый день. Поэтому мы не достигаем конечной цели или сильней совершенства в чем-то одном. Тогда как смысл деятельности заключается именно в том, чтобы не разнообразить, а углублять. А глубина это нечто абсолютно бесконечное. Это как океан, вы просто не можете дна найти, невозможно. глубина это то, что можно бесконечно углублять и никогда вы не закончите. нужно понять, что слушание оно очень важно для духовного прогресса. И нужно слушать о лилах Кришны и его предах. Дру Махарад был ярким примером садаки. Человека, который следует садане очень строго. Или возьмите историю все знают историю вора, который пришел во Бриндаун для того, чтобы Кришну ограбить. Конечно, там не обошлось без милости. Милости саду, его гуру, который ему сказал, вот, делай это и так далее. Вот он делал, делал, потом снова к нему приходил, говорит, ну, я что такое, я делаю, он говорит, нет, этого мало, делай это. И он начинал дел, он следовал баджану, распевал святые имена, ходил по святым местам и так далее. Ну, поскольку он был в обриндаване, он достиг очень быстро конечной цели. но что я хочу сказать, даже имея такое отвратительное мотивление, ладно, другу Махараджу, другу Махараджу, просто хотел царства, но не хотел Кришну ограбить. Тогда как этот вор имел греховное желание, но его садана у нас такое сильное желание было, он думал только об этом Каусту Бхамане. Каусту Бхамане. Кришна, Кришна, когда я тебя найду, Кришна, когда я тебя найду, Кришна, когда я тебя найду, Кришна, появись. И Кришна появился. Когда нет никаких других мыслей и никаких других желаний человек думает только о кришне конечно появляется потому что у него была сильная лоба очень сильная жадность вот где нужно использовать жадность как нужно использовать жадность поэтому сейчас когда кришна устроил для нас выходные он проверяет нас на несколько различных аспектах преданного служения кришна проверяет нашу решимость следовать садане и учит нас тому как а тому что необходимо это и учить нас также взаимодействовать с вайшнавами учит нас строить здоровые отношения с преданными потому что сидя в одном помещении долгое время у нас начинает появляться дверша мы начинаем видеть друг друга каждое мгновение и ум начинает искать недостатки приходит вот эта неудовлетворенность и так далее и так далее поэтому надо быть очень осторожным крышно проверяет чистоту наших отношений помещая нас такие условия где негатив он всплывает весь негатив сейчас он всплывает кришна устроил в этом мире переполох для того чтобы вспахтать его для того чтобы яд вышел наружу вся дрянь которая в этом мире накопилась вышла наружу и для материалиста это очень полезно но для преданного это хороший опыт когда еще мы сможем просто находиться в одном месте никуда не выходить тут-то для того чтобы выдержать это все нужно на благости какая-то стабильность научиться какой-то глубине до отношений глубине всаданья теперь разнообразия нет вокруг еда тоже не такая разнообразная да потому что ну люди ограничиваются какие-то но это хорошо аскеза она очищает человек поэтому давайте примем этот урок достойно чтобы не ударить лицом в грязь у материалистов это вызывает сильные проблемы говорят из-за коронавируса в Китае увеличились разводы почему да потому что они сидели вместе и вынуждены были сидеть и поскольку грязь в голове то они искали недостатки и все больше и больше находили их вот поэтому давайте следовать в духовной практике у не благостей какие-то вопросы обсуждения а одираса прабу хари кришна это при сакхадас большое большое за лекцию я вот хотел спросить что есть вот эти примеры для нас яркие да преданных которые добивались очень серьезных целей при этом детском теле или еще каком-то то есть по сути мы даже как бы превосходим их в плане того что ну как бы мы уже взрослые мы можем отдавать себе отчет в своих поступках вот но они проявили вот эту решимость и добились высоких целей можем ли мы как-то и к ним молиться обращаться если да то как правильно чтобы они вот наделяли вот это вот нас своими качествами там вот как другу махарадж решимостью или прохлад махарадж находясь в таком обществе демоническом он проповедовал и сам был на сто процентов уверен как вот нам вот это брать от них как правильно к ним обращаться но первое что нужно это слушать о них течение долгого времени не просто один раз послушал потому что слушание оно дает глубину понимания многократное слушание оно углубляет понимание личности я начинаю его понимать лучше как например если я хочу понять кого-то глубже я должен с ним общаться слушать его и так далее слушать о нем и чем больше люди общаются друг с другом тем глубже они друг друга понимают и точно так же если я хочу понять другу махараджа я должен о нем слушать и да что касается молитв можно обращаться безусловно потому что это уже освобожденные души они находятся в другом мире и они могут помочь нам мы можем молиться чтобы они проявили свои качества вот это вот качество нас да помогли нам разбить то что у них есть как богатство и это в принципе нормально да обращаться про лад махараджу если например в нашем сердце мы видим сердце жесткое да жесткое сердце сострадания нет то мы можем молиться про лад махараджу чтобы он пробудил в нас сострадание потому что он был бесконечно сострадательным когда про лад махарадж явился в лилах господа чайтане он явился как посуде водата он обратился к господу чайтане говорит я не могу видеть страдания других я останусь страдать в аду столько сколько надо освободи всю вселенную это было его сострадание каждый герой шримад бхагаватами имеет что-то особенное и слушая о нем и медитируя на него мы приобретаем его качество вот поэтому это хорошая практика есть вопрос можно да ключ спасибо вам большое за лекцию я спросить вот вы сказали что аскетировать если мы как бы имеем одну цель и аскетируем то мы можем достичь этой цели а если вот цель прямо в акте но в то же время аскезы они немножко мне кажется они ожесточают сердце чрезмерное но аскезы как быть всегда вот где баланс но чтобы мягком мягким сердце как бы становилось оно не ожесточалось не становилось сухим равнодушным к другим к чайным другим но в то же время все таки достичь ну как то вот аскезы и цель а вопрос понятен на самом деле аскеза если она совершается в правильном настроении она не ожесточает сердце например если взять рагуната с вами он был чрезвычайно аскетичным но при этом его сердце оно не было жестким почему потому что он не просто совершал аскезу если я не совершает аскезу то его сердце становится жестким если преданный совершает аскезу ради удовлетворения кришны то его аскеза наоборот смягчает его сердце и делает его ближе к кришне поэтому не нужно так сказать бояться там нужно бояться искусственной аскезы ожесточает сердце искусственная аскеза что значит искусственная аскеза искусственная искусственная это означает я беру на себя больше чем я способен совершить ради себя искусственная аскеза это когда я ну не имею в сердце отречения но я наберу на себя столько аскез что в общем-то ну оно неестественно для нашего положения в сердце есть материальное желание а я подавляю в себе то есть когда аскеза совершается из ложного эго да из-за хангары она ну блага не приносит поэтому ну как бы можем видеть что в нашей сампродае было очень много бачарьев которые были крайне аскетичны взять Гаургишура Дазбабаджи это аскет еще вообще каких свет не видывал да но у него было мягкое сердце потому что он был вайшнав таподивья путтракаяйна садвамшуд я теснот браумы салкян тванантам поэтому ришамбадев говорит таподивья аскеза божественная должна совершаться ради удовлетворения Кришны тогда это аскеза приносит нам благо спасибо большое а что служит признаком как бы критерием того что Кришна доволен критерием того что Кришна доволен это все преданные вокруг довольны и внутри я счастлив когда преданные вокруг довольны моим служением довольны тем что я делаю я должен понять что Кришна доволен и когда внутри я чувствую себя счастье а не неудовлетворенность раздражительности нет я с уссуком с уссуком карту мавьяям постижение его радостно то есть ну как бы путь бхакти он радостный сила правопада говорит это как сладкий гулаб джамон откуда не укуси он везде сладкий сладкий шарик он со всех сторон сладкий так же сознание как Кришны оно сладостно если я не удовлетворен значит я не то ем вместо гулаб джамона я ем дегть смешанный с гулаб джамоном не поймешь что там песок смешал дрянь какую-то с бхакти и думаю что я буду счастлив бхакти нельзя ни с чем смешивать как только смешали все оно испорчено есть еще вопрос Хария Кришна можно тоже вопрос к кому спрашиваешь где ты да 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 я хотел спросить один раз про Бога давай можно как научиться не потакать свои разочарованности в каких-то поступках в преданных или ну в самих преданных скажем ага ага для того чтобы не воспринимать всерьез недостатков которые есть в сердце каждого и в сердцах преданных также первое что нужно понять это то что ну обусловленное живое существо по своей природе имеет имеет недостатки и эти недостатки они естественны для обусловленной природы точно так же как и для ребенка естественно вести себя странно и несовершенно совершать ошибки и несовершенно постепенно растут они не сразу растут они не могут сразу вырасти то в этом случае а понять что тут нужно терпение для того чтобы правильно ребенка воспитывать прежде всего необходимо иметь терпение если старшие не имеют терпения они будут слиться проявлять гнев и так далее и это только усугубит потому что когда личность встречает такую реакцию гнев или же раздражительность то ему хочется назло сделать еще хуже поэтому не нужно негативных эмоций проявлять они находятся под душем чем их обвинять они служат они повторяют святой вот а если при этом страдают другие преданные это другой вопрос это другой вопрос если он совершает восьмого аппаратку и страдают другие преданные за него это означает что мы должны ради блага других повлиять на этого человека либо сами если он способен услышать а если мы видим что я не не могу этого сделать я должен обратиться к его наставнику обратить внимание на на эти качества обратившись наставнику и сказать надо что-то делать или же его руководителю кто над ним находится кто за него ответственность потому что если человек оскорбитель тут терпеть нельзя спасибо большое мало того если мы будем терпеть эти вещи мы станем соучастниками этого оскорбления спасибо большое здесь спасибо одарас Прабху одарас Прабху одарас Прабху одарас Прабху Киджай Продолжение следует...